Привет всем! И сегодня, как всегда, мы поговорим о самых актуальных и важных событиях в Германии и Европе. А именно... Германия предлагает помощь Польше. Федеральный штаб СДПГ замазан грязью. Запрет пива на стадионах Чемпионата мира по футболу. Прокуратура Швеции об утечке газа из трубопровода. После того, как ракета попала в Польшу, Германия предлагает стране помощь в наблюдении за воздушным пространством в качестве немедленной реакции. «Это можно сделать завтра, если Польша этого захочет», – сказал представитель Минобороны. Речь идет об усилении охраны воздушного пространства самолетами «Оэрофинктер-Люфтваффе». «Для этого не нужно перебрасывать самолету в Польшу. Патрулирование можно осуществлять с баз ВВС Германии», – сказал он. «Люфтваффе уже сделали это в июле». Федеральная штаб-квартира СДПГ в Берлине испихана политическими лозунгами. Преступники использовали трафареты, чтобы нарисовать или распылить лозунги против депортации на одной из входных дверей, сообщила полиция. Охранник заметил цвет и вызвал полицию. За последние несколько недель в Берлине снова участились нападения и граффити на штаб-квартиры партии и офисы избирательных округов. Окна были разбиты несколько раз. Это часто затрагивает СДПГ и зеленых, а также ХДС, АДГ, левых и ФДП. Рокфити на футболе принимающая сторона чемпионата мира Катар ввела запрет на продажу алкогольного пива на всех стадионах. За два дня до игры открытия смягчение запрета на алкоголь, которое фактически было согласовано с Всемирной футбольной ассоциацией, было отменено, как объявила FIFA. Ранее планировалось, что болельщикам разрешат покупать алкогольное пиво в определенных зонах на территории стадиона во время игр чемпионата мира с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Но не непосредственно на аренах, а только до и после игр. Утечки на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 можно отнести к серьезному саботажу. К такому выводу пришла шведская прокуратура после расследования мест взрывов в Балтийском море. Анализы показали следы взрывчатых веществ на нескольких обнаруженных инородных телах, заявил прокурор, ответственный за предварительное расследование Мац Юнквист. Расширенная аналитическая работа будет продолжена, чтобы можно было сделать более определенные выводы об инциденте. Расширенная аналитическая работа будет продолжена. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска и желаю вам замечательного дня.